всем привет ну что с возвращения меня на ваши экраны сегодня будет большое подробное интересное видео про вот этот потенциально новый народный ноутбук от она мобильные процессоры райзен 4000 линейки наделали немало шума поскольку ну как я считаю именно они прервали вот эту затяжную монополию синих на рынке ноутбуков ну и сделали они это на мой взгляд опять же очень громко потому что даже пред топовые райзены за счет более новой архитектуры и нового 7 нанометрового техпроцесса по производительности энергоэффективности уделывают гораздо более топовые дорогие а и 9 10 поколения ну и при этом ноутбуки на красных процессорах новых еще и стоит дешевле ко мне на тесты наконец-то попал ноутбук на вот этих новых хайповых четырехтысячных райзен ну и хоть это не самая топовая не игровая модель а больше такая рабочая для фотошопа для фоточек и так далее тем не менее в этом видео я постараюсь максимально подробно рассказать как про сам процессор про его производительность в играх и профессиональных приложениях так и про вот этот замечательный ноутбук который на мой взгляд сейчас ну наверное главный конкурент для распространенных сяоми и для huawei made book и так учитывая железо и цены ноутбука это получается чисто такая рабочая модель для вебсерфинга для фотошопа для несложного монтажа кодинга верстки сайтов и так далее ну а в большинстве случаев для этих сфер не нужна супер мощная дискретная графика и нет смысла за нее переплачивать поэтому у меня модель со встроенной emd vega 6 и с процессором райзен 4500 you у него шесть ядер без smt то есть без виртуальных потоков это энергоэффективная модель с ограничением tdb в пределах от 10 до 25 ватт тем не менее как показывают сравнение в интернете даже такие энергоэффективные райзену многопоточные нагрузки могут дать фору более дорогим моделям от синих десятого поколения ну а по нагреву и энергоэффективности за счет более нового техпроцессов 7 нанометров они вообще далеко впереди если попытаться парой слов описать вот этот honor magic book и максимально кратко но так чтобы вы максимально поняли то этот добротный такой середнячок который очень усердно маскируется под премиум сегмент у него строгий классический дизайн металл внутри и снаружи и при этом это пока самый не марки ноутбук который у меня был отпечатки он вообще почти не собирает вот эти скошенные шлифованные грани с фиолетовым отливом короткий ход клавиш тонкие рамки вокруг экрана компактные легкий 65 ваттный блок питания с быстрой зарядкой через юсб тайп си все это делает его максимально аккуратным и стильным внешне сам по себе он достаточно тонкий толщина у него всего 16 9 миллиметров и весит он всего полтора килограмма и даже с зарядкой выходит меньше двух килограмм но чем больше ты знакомишься с ним тем больше понимаешь что если вот такой красивый стильный супер дизайном ноутбук супер тонкий с крутым процессором сместительным ssd на 512 гигабайт при этом стоит дешевле тысячи долларов то ну просто он не может быть идеальным во всем honor magic book 15 стоит матрица отбоя она 60 герцовая full hd ips но при этом всего лишь 6 битная заявленный цветовой охват srgb около 50 процентов поэтому для профессиональной цветокоррекции для обработки фото он подходит слабо и я даже не стал заморачиваться с калибровкой экрана но вот честно если бы я не прочитал характеристики этой матрицы я бы просто подумал что это обычная средненькая недорогая 8 битка 6-битную матрицу выдавали только градиенты и то кстати не везде мы еще отмечу невысокий максимальный уровень яркости экрана 250 нит на улице будет все-таки маловато тем не менее для верстки сайтов для кодинга для офисной работы веб-серфинга такого экрана будет с головой плотность пикселей здесь огромная шрифты четкие экран матовые не ловит блики и здесь нет шим подсветки а значит нет мерцания так что если для ваших задач не нужна профессиональная матрица супер цветами то как вы понимаете смысла переплачивать за нее нет в виду компактности у ноутбука нет отдельного слота под карты памяти но вот честно берете на алиэкспрессе вот такой скоростной кстати адаптер всего за 1000 рублей и хочешь юсб 3 его подключай хочешь в тайп си правда тут для этого все таки придется отключить зарядку и никаких проблем и наоборот только радуешься что в корпусе нет лишней прорези а вот лишний юсб 3 0 тут бы конечно не помешал тут один юсб 2 0 который сразу же уходит под донгл от беспроводной мышки один юсб тайп си который занимается большую часть зарядкой и с этой стороны всего один юсб 3 0 здесь же разъем для наушников и микрофона ноутбук оснащен технологией honor magic link для быстрого и беспроводного обмена данными с фирменными телефонами или планшетами он одним пальцем ноутбук не открывается если для кого-то это важно из того что лично меня порадовало ну во первых качество сборки крышка сверху и клавиатура тут почти не прогибаются еще могу отметить крутой тачпад он здесь большой трекинг на нем очень отзывчивый и он кстати гораздо лучше чем в большинстве игровых моделей которых стоит там под 2000 долларов еще порадовал сканер отпечатка пальцев которые совмещен с кнопкой включения и поэтому не нужно каждый раз вводить пароль или пин-код при входе в windows 10 нажал кнопку и она видимо когда сразу подхватывает твой отпечаток и даже при полном выключении ноутбук сразу входит в систему вай фай выдает скорость как по кабелю но при этом правда роутер был всего за одной бетонной стеной через две-три там скорость уже конечно снижается подсветки у клавиатуры к сожалению нет и веб-камера из-за тонких рамок экрана не поместилась на свое стандартное место поэтому ее спрятали под кнопку что касается камеры вы сейчас все видите сами и качество микрофона встроенного ну в общем добавить нечего это стандартная такая ноутбучная камера поскольку рамки тонкие то в сам дисплей вживить камеру не получилось поэтому она вот спрятана под клавишей на клавиатуре и большую часть времени ваш собеседник в скайпе будет видеть вас именно вот так динамики как и камера здесь ну просто стандартные ноутбучные низкие частоты здесь просто отсутствуют но для просмотра того же ютюба пойдет разбирается magic book довольно легко но для этого потребуется необычная тарксовая отвертка и вот такая пластиковая штука тем не менее все отщелкивается довольно аккуратно и мы получаем доступ сразу ко всем внутренностям под крышкой находим аккумулятор на 42 ватт час который по заявлениям даст нам около 7 часов просмотра видео и около 6 часов веб-серфинга меня довольно удивило пустое место под двух с половиной дюймовый накопитель и в котором нет sata коннектора ну и как мне ответил официальный представитель в европе ноутбуки выпускаются со встроенным hdd у нас же такой модификации пока продаваться не будет поэтому и коннектор оттуда убрали тут же видим систему охлаждения с одной большой теплотрубкой сетевой адаптеры realtech ssd от light on и видим что оперативная память тут к сожалению распаяна на плате а значит проапгрейдить ее нельзя но зато хорошо что здесь она работает в двухканальном режиме и частота у нее 2666 мегагерц ну и кстати по тестам вы увидите что для тех задач что я перечислил 8 гигабайт вполне хватает также отмечу что даже при полном выключении через меню пуск ноутбук включается ну практически за считанные секунды отпечаток пальца вуаля через полезную предустановленную софтину pc менеджер можно посмотреть полную характеристику вашей модели и включить автоматическое обновление причем не только драйверов но и bios ноутбука он попросит вас перезагрузиться и bios автоматически обновиться даже в режиме полной производительности после включения ноутбук ну первые минут 10 точно вообще не включает вентилятор и он полностью бесшумный потом он потихоньку начинает вращаться но в том же режиме веб серфинга или просмотр видео его даже ночью почти не слышно при повседневной нагрузке это youtube плюс еще несколько загруженных вкладок в браузере плюс на фоне идет установка игры в стиме он тоже работает довольно тихо и при этом оперативной памяти используется только половина и процессор грузится в ну в среднем процентов на 20-30 ssd тут стоит от компании light on с современной 3d tlc памятью ну и скорости для повседневных задач более чем с завода он разбит на два раздела подключить ноутбук к большому телевизору по hdmi и смотреть тяжелые там 70 гиговые 4k hdr blu-ray фильмы с битрейтом под 70 мегабит с этим проблем нет и magic book тянет такие файлы почти не напрягаясь а вот переходя к тестам в работе монтировать 4k проекты в том же и доп премьер тут вы уже не получится процессора все же маловато даже при половинном качестве предпросмотра во время воспроизведения таймлайн ощутимо подтормаживает аппаратное ускорение здесь поддерживается это opencl но по диспетчеру задач видно что видео ядро почти никак не ускоряет предпросмотр ну и поэтому процессор грузится на полную бустится он кстати даже выше указанных 25 ватт до 27 но а греется он при этом не сильно в среднем до 83 градусов финальный рендер такого 4k проекта послужит нам отличным стресс тестом как раз для проверки температур частоты и вообще стабильность большую часть времени tdp во время финального рендера находился на отметке 18 19 ватт частота по разным ядрам при этом колебалась от 1 и 7 до 4 гигагерц и температура при этом не выходила за рамки 80 83 градусов что для такого тонкого ноутбука я считаю очень хороший результат ну а снаружи во время рендера ноутбук прогрелся до 40 градусов уровень шума при этом достиг максимальной отметки только спустя минут 8 рендера и на расстоянии примерно в 60 сантиметров шум был на уровне 40 42 децибел так ну а вот сейчас я набросал небольшой full hd проект то есть это видео с моей камеры canon 650d битрейт примерно 50 60 ну и как видите скроллинг по проекту производится уже гораздо быстрее то есть мгновенное воспроизведение скроллинг сюда воспроизводится сразу все перематывается при этом это качество полное они 1 2 мы при воспроизведении вот там небольшая цветокоррекция накидал как видите при воспроизведении загрузка процессора не превышает 50 процентов поэтому оперативной памяти тоже там достаточно с запасом так ну а что касается работы в фотошопе я конечно не супер спец поэтому каких-то супер тяжелых проектов со спецэффектами с кучей слоев у меня нет но вот рапки там например с моей сонки вполне комфортно сразу убираем чуть-чуть добавляем тени сразу убираем света у нас немножко появляется небо но и в целом как видите каких-то проблем не возникает загрузка процессора порой подскакивает оперативной памяти даже больше используется чем в премьере но тем не менее каких-то тормозов я здесь не наблюдаю все опять же вполне плавно фотошопе работать можно рендерить простенькие сцены в блендере тоже легко можно на таком ноутбуке и вот эта сцена например отрендерилась за 40 секунд для сравнения на моем домашнем гораздо более дорогом и огромном пк с 9900 кей это же сцена отрендерилась за 17 секунд сайн бенч 20 релиза в однопоточном и в многопоточном режиме процессор показал почти то же количество баллов что и десктопный i7 7700 кей с четырьмя ядрами и 8 потоками и по характеристикам это почти полный аналог современного и опять же десктопного i3 10100 ну и теперь переходим к играм сразу еще раз подчеркну что это абсолютно не игровая модель тем не менее те же простенькие игры там counter strike или dota 2 здесь запускать можно поэтому понимаю что это не игровой ноутбук ну несколько игры мы все-таки протестирует современные тяжелые игры конечно сложная задача для встроенной графики поэтому ремейк первой мафии например более-менее нормально пошел только в разрешении 720p и с минимальными настройками ну по большей части из-за малого объема графической памяти которые здесь 512 мегабайт примерно такая же ситуация и с пабгом на минимальных настройках игра пошла и даже в родном full hd разрешении но выдавала только 30 40 fps а для соревновательной игры этого все-таки маловато а вот с более простыми играми вроде dota 2 или cs go которые до сих пор супер популярны тут дела обстоят куда веселей dota 2 запустилась в родном full hd разрешение правда для плавного fps пришлось опустить настройки до среднем минимальных но зато большую часть времени было около 60 70 fps с редкими просадками в замесах до 45 опять же из-за упора в гпу в cs go на минималках и full hd разрешении получилось в среднем 80 100 кадров но фризы и просадки все равно иногда встречаются при желании ноутбук легко подключается к вашему большому монитору или телевизору по hdmi в настройках при желании можно отключить экран ноутбука или настроить дублирование картинки как я подключайте геймпад по bluetooth и я вот кстати еще в прошлом месяце решил перепройти все три части bioshock а и на первые две там даже вышли ремастеры ну и на этом он or magic book ремастер первого bioshock а пошел очень даже неплохо и причем я вообще даже не снижал настройки там все было на максимум кроме сглаживания родное full hd разрешение и в итоге вполне играбельные 40 50 кадров иногда игра опускалась до 35 а иногда наоборот было больше 60 ну и понятное дело что простенькие игры здесь пойдут вполне легко это старая nfs фоллаут там 3 4 skyrim аркады вроде этой красивые мультяшные капхэт это даже на сегодня очень крутые до сих пор популярные игры и здесь они пойдут абсолютно без всяких проблем подводя итоги on or magic book может быть очень полезным помощником ваших повседневных там задачах но тем не менее опять же нужно понимать какого сегмента этот ноутбук и для каких конкретно задач ты его берешь если вам для работы нужен супер профессиональный откалиброванный дисплей если вам нужны супер крутые колонки со встроенным сабвуфером или тому мощная дискретная графика для ускорения каких-то задач то ну будь добр выложить 120 и больше тысяч рублей за более-менее подходящие под эти задачи модели эта же машинка стоит около 60 тысяч рублей что по текущему курсу около 750 долларов ну и за эти деньги вы получаете компактный тонкий легкий ноутбук с тонкими рамками и крутым стильным дизайном неплохой автономностью и вполне достаточной производительностью для несложного монтажа видео в full hd для фотошопа для офисной работы верстки сайтов кодинга и так далее ну и при такой компактности этот magic book достаточно тихий и при этом не горячий ноутбук все это благодаря четырехтысячным райзен на новой 7 нанометровой архитектуре что ж я постарался сделать максимально подробный обзор на вот этот honor magic book поэтому если вы хотите больше подробных вот таких обзоров обязательно поддержите это видео лайком ну и кстати напишите в комментариях по одной вещи которая вам больше всего понравилась в этой модели и который наоборот здесь вам не хватало бы ссылка на конкретно мою конфигурацию с актуальными ценами будет в описании ну и увидимся в следующих видео всем пока